Согласно программе городского общественного транспорта в Украине, 18 городов-участников в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком приобретут общественный транспорт и обновят инфраструктуру на 200 миллионов евро. Но в частности, приобретут автобусы, трамваи, троллейбусы, вагоны, метро и электробусы. А первые контракты должны быть подписаны в первой половине 2022 года. Ну а сейчас мы рассмотрим лишь электробусы. На данный момент у нас есть 6 основных претендентов. Электрон, Богдан, Скайвелл, Белкомунмаш, Солярис и МАЗ. А Мерседес и ряд других европейских изготовителей не попали в этот список по причине нахождения в другом ценовом сегменте. Российская группа ГАЗ и КАМАЗ не попали в список по причине санкций. И первым рассмотрим электробус Электрон Е19, который изготавливает украинский СП Электротранс. Здесь изготавливают автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы. Надежный и комфортный, ценой примерно 450 тысяч евро. 70-местный, с запасом хода 300 километров. А по словам водителя, единственного экземпляра, все 350 километров на маршруте. Но конструкция автобуса проверена временем на автобусе Электрон. Ну а далее мы рассмотрим электробус от корпорации «Богдан». На сегодня изготовлен лишь только один экземпляр электробуса «Богдан А-70100», ценой 490 тысяч евро. 75-местный электробус, имея 4 блока тяговых батарей, может проехать до 120 километров на маршруте. На конечных остановках предусмотрена система быстрой зарядки, которая по заявлению изготовителя позволяет зарядить батареи за 15-20 минут, что довольно-таки удобно. А также на остановках, которые пересекаются с троллейбусной линией, можно подзарядить батареи с помощью подъемных пантографов. Далее рассмотрим электробус китайской марки «Скайвелл». В гамме есть два варианта – длинный NGL6129 и коротыш NGL6859. Рассмотрим лишь только старшую модель, которая вмещает 32 плюс 1 сидячих пассажиров. Общей вместимостью 81 пассажир, при длине почти в 12 метров. Нехарактерно и неудобно для городских автобусов – это только две двери. Задняя не предусмотрена, а пробег на одном заряде до 300 километров. Время зарядки от получаса до полутора часов. Всего у батареи 5000 циклов заряд-разряд. Производитель приводит даже стоимость расходов электроэнергии на 1 километр – почти 2 цента. При использовании батареи – в 276,5 киловатт-часов. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрен климат-контроль. Отдельно отмечу необычное расположение монитора с камерами слежения у водителя. Он находится в центре щитка приборов. А также водителю полагается шестиступенчатая регулировка сидения с подогревом. Еще отмечу, что один экземпляр постоянно эксплуатируется в Виннице. Интересно узнать об этом. Кто знает, напишите в комментариях. Следующий претендент – завод Белкоммун Маш, у которого есть аж две отдельные ветки продукции. Виволт – необычный дизайн, который притягивает взгляд и может работать как на чистой электротяге, так и как полноценный троллейбус от контактной сети. А более подробно об этой серии по ссылке в описании. Олгерд – вторая ветка электробусов. Более привычная нашему глазу модель. Интересно, что по желанию заказчика электробус может быть реализован с использованием отдельно установленного тягового двигателя, а также с использованием электропортальных мостов. Такого больше никто не предлагает в своих рекламных проспектах. Модель на 9,5 метров и на 19 мы не рассматриваем. А вот модель Е321 подходит нам. Длина – 12,5 метров. Пассажировместимость – 88 человек. Мест для сидения – ровно 30. Электробус может проехать на одном заряде до 300 километров. По другим данным – от 150 до 200 на полном заряде. Стоимость конкурентна – 460 тысяч евро. А далее относительно дорогой Solaris Urbino E12 Electric с ценой примерно 550 тысяч евро. В зависимости от комплектации. Электробус вместимостью 70 пассажиров, а 40 из них сидячие приводят в движение два мотора колеса мощностью по 60 киловатт каждый. Индукционный центральный электромотор имеет мощность 160 киловатт. Батарея на 240 киловатт в час и может заряжаться как на зарядной станции, так и через пантограф. Отмечу, что водитель здесь не полностью отсечен от пассажиров. Электробус МАЗ-303Е10 укомплектован литий-железо-фосфатными аккумуляторными батареями, у которых высокая удельная емкость в 412 ампер час. Пробег на одном заряде до 300 километров в городских условиях. Этот низкопольник имеет электродвигатель ZF максимальной мощностью 300 киловатт. При длине 12,5 метров мест для сидения ровно 30. Общая вместимость 72 пассажира. Полностью независимая подвеска обеспечивает отменную плавность хода. Зарядка электробуса происходит после смены в ночное время. Время зарядки от 3 до 6 часов. Стоимость найти не удалось. И надеюсь, что каждый город сделает свой правильный выбор и с максимальной пользой для горожан реализует проект по обновлению общественного транспорта и инфраструктуры. Субтитры создавал DimaTorzok